Всем привет! Готовим знаменитый торт Панчо с консервированными ананасами. Пропитанный сочный торт с приятным свежим вкусом. Очень вкусный, из доступных продуктов. Для бисквитного теста понадобится 160 г муки, 180 г сахара, 100 г сметаны, 100 г растопленного сливочного масла, 3 яйца среднего размера, 1 ч.л. разрыхлителя, 3 ч.л. соды, щепотка соли, 1 ч.л. ванильного сахара. Дополнительно 10 г какао-порошка и 10 г муки. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Яйца разбиваю в миску для взбивания. Всыпаю к ним сахар и ванильный сахар. Взбиваю миксером 1-2 минуты, недолго. Взбивать как на бисквит не нужно, масса станет светлой и однородной. Сметану смешиваю с содой. Сметана немного вспенится. Перекладываю ее к яйцам. Сюда же растопленное масло. Все перемешиваю. Муку смешиваю с разрыхлителем и солью. Просеиваю в миску. Перемешиваю миксером. Не взбиваю, только до однородного теста. Третью часть теста откладываю. У меня получилось 230 г. К оставшемуся тесту добавляю дополнительную муку. 10 г. Перемешиваю уже лопаткой. В меньшую часть теста, которую отложила, просеиваю какао-порошок и перемешиваю до однородности. Для выпечки я взяла две формы. Большую для светлого теста, размер по дну 20 на 30 см. Для шоколадного теста стандартную кексовую форму, размером 20 на 11 см. Форму застелила пергаментной бумагой. Тесто выкладываю в форму и разравниваю. Переношу в разогретую духовку. И выпекаю при 170 градусах. Светлый бисквит 17-20 минут. Шоколадный дольше, так как слой теста толще. 25-28 минут. Готовность обязательно проверяю зубочисткой. Она должна выходить без остатков сырого теста. Бисквиты оставляю остыть. Из светлого бисквита вырезаю корж диаметром 19 см. Выравниваю его, если нужно. А бриски нарезаю небольшими кубиками. Также и шоколадный бисквит нарезаю кубиками. Смешиваю их в миске. Корж выкладываю на блюдо. Сверху кольцо для сборки торта и ацетатная пленка. Или можно собрать торт, как в классическом варианте, в миске вверх дном. Корж пропитываю соком сконсервированных ананасов. Основа готова. Для крема нужно 500 г сметаны жирностью 25-30%. 100 г сахарной пудры. 1 чайная ложка ванильного сахара или ваниль. 6 г желатина. 30 мл воды для желатина. 4-5 колечек консервированных ананасов. Желатин заливаю водой и оставляю набухать. Ананасовые кольца нарезаю небольшими кусочками. Сметану взбиваю с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Начинаю взбивать на минимальной скорости и постепенно ее увеличиваю. Взбиваю до пышности. Набухший желатин нагреваю до жидкого, однородного состояния. И 1,5-2 столовые ложки сметанного крема тоже нагреваю. Аккуратно, не перегрейте. Теплую сметану смешиваю желатином. Эту смесь небольшими порциями подмешиваю в крем. Перемешиваю миксером на высокой скорости. Крем готов. Несколько ложек крема откладываю, чтобы выровнять торт сверху. Примерно 80-100 граммов. Крем смешиваю с нарезанным бисквитом. Подмешиваю кусочки ананасов. Видео этого торта я снимала еще весной. Многие мои зрители его уже готовили. Сейчас все новые видео чуть раньше можно смотреть в ВК-видео. Готовую массу выкладываю на основу. Разравниваю и немного утрамбовываю, чтобы в торте не было пустот. Сверху покрываю торт кремом, который откладывала. Разравниваю. Торт убираю в холодильник для пропитки и стабилизации на ночь. Перед подачей на стол торт можно украсить шоколадом. Шоколад я поместила в кондитерский мешок. Окуная его в горячую воду, шоколад должен полностью растопиться. Торт достаю из холодильника, убирая кольцо и пленку. Срезаю маленький уголок с мешка и сверху украшаю торт шоколадом. Торт получился диаметром 19 см, высотой 8 см и весом 1,5 кг. Вкусный, сочный, пропитанный, с приятной, свежей ноткой. Друзья, надеюсь, я вас вдохновила. Как всегда, желаю вам удачной выпечки и до новых встреч!